Привет, друзья! Ребят, видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Это будет очень короткое видео, и я сегодня расскажу о том, какое я делаю кардио перед тренировкой. Если вам это интересно, то погнали! Друзья, 7 часов утра, я проснулся, иду на тренировочку. Вот, сейчас нужно записать видео, потом иду на тренировку, потом еще нужно попасть на работу. День довольно активный. Возможно, я немного заспанный с утра, я экспериментирую, записывая видео утром, или там отекшее немного лицо. Но у меня малой, и, соответственно, время, чтобы записывать видео, не так уж много. А сейчас похолодало, приходится записывать видосы дома. Признаюсь, мне больше нравится записывать где-то на улице, где-то там погулять, чем просто записывать видео дома. Ну, очень много ютуберов делают записи дома, но я тоже не исключение. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что вы забудете 100%. Ну, я бы забыл, наверное, под конец подписаться. Поэтому лучше это сразу сделать, чтобы не забыть. Если там, поставьте даже лайк, если вам понравилось, даже если не понравилось, поставьте просто лайк. Если не понравилось видео, уберите свой лайк в конце, просто чтобы не забыть. Спасибо. Смотрите, с чего сейчас начнется моя тренировка. Первое, что я сделаю на тренировке, это я сделаю обычную разминку, такую, как вы делали на физкультуре в школе, например. То есть обычная школьная разминка. Единственная рекомендация с моей стороны, делайте ее снизу вверх. Это я еще на боксе, вот мне тренер по боксу этому научил, делать разминку снизу вверх, чтобы постепенно приходить к верхним отделам тела и разминать конечности уже корпуса в последнюю очередь. Самое последнее у вас будет разминаться шея. То есть вы начинаете с пяточек, потом вы начинаете колени, потом вы начинаете тазобедренный сустав. И так по суставам вы поднимаетесь выше до плечей и заканчиваете шеей. Делайте обычную разминку. После этой разминки вы переходите на то кардио, которое я вам предложу в этом видосе. Смотрите, задача, чтобы сделать вообще идеально, хорошее, крутое кардио при тренировке, нужно понять, зачем оно вообще нужно. С медицинской точки зрения, кардио вам нужно для того, чтобы первое, поднять температуру тела. Второе, нагреть мышцы. Третье, нагреть суставы, чтобы это все стало теплым и готовым было к нагрузке, к физической нагрузке. Также вы должны запустить свою сердечно-сосудистую систему, запустить свою гормональную систему. Это все запускается с помощью просто довольно простых движений. И не нужно делать какую-то супер нагрузку, чтобы запустить эту систему. Наоборот, вам нужно сохранить максимальное, возможно, количество энергии на саму тренировку. У вас же тренировка не на кардио построена. Если вы тренируетесь как кардиоатлет, там, не знаю, вы спортсмен, вы бегун, это совсем другие задачи. Вы приходите таскать железки, тяжести, да, вы тяжелый атлет. Поэтому вам нужно просто сделать все эти шаги и запустить их быстро, перейти к тренировке с тяжестями. Не нужно крутить кардио, например, работать на велотранжере, работать там по полчаса перед тренировкой. Не нужно этого делать. Если вы натурально тренируетесь, лучше сделайте отдельно день для кардио. Просто выведите его отдельным днем, где-то там полчаса у вас или 40 минут у вас будет кардио тренировка. Но в день обычной качалки, обычной работы с тяжестями вы делаете 5-минутное. Даже оно занимает вообще у меня минуту максимум. Вот можете на видео посмотреть, это минута, может, полторы минуты вообще занимает моё кардио. То есть это очень энергично, очень быстро. Я включаю все свои системы в работу. Поверьте, этого хватает. После этого пульс поднимается очень хорошо, но не зашкально. То есть я могу после этого нормально разговаривать, более-менее нормально дышать. У меня не сбитое дыхание. Но ещё минуты 2-3 после этой разминки моего кардио я ещё хожу отдыхаю. Восстанавливаю свою дыхательную систему. То есть вы должны подготовить ещё дыхательную систему. Поднять пульс. Всё это приводит к тому, что организм готов начать работать с тяжестями. Почему же я не советую вам использовать кардио много перед тренировками? Потому что, опять же, с физиологической точки зрения, вам не нужно нагонять слишком много молочной кислоты, слишком много вот этого лактата в кровь. Если вы, например, работаете, не знаю, с ногами в этот день, и хотите их покачать нормально, то тем, что вы загоните в них много кислоты перед тренировкой, на своём кардио, вы уже настроите не на тот тренировочный лад свою тренировку. Чтобы мышца росла, в ней должно быть молочной кислоты совсем немного. Вы не должны перезакислять мышцу. Если вы не делаете пампинг, если вы не делаете специальную тренировку на закисление, вам не нужно слишком много молочной кислоты в мышце. Именно поэтому достаточное количество молочной кислоты, оно примерно появляется на диапазоне 6-12 повторений. Не нужно загонять свой кардио до состояния, когда у вас уже мышцы жгут. Потому что это потом помешает тому, что вы не будете расти после этой тренировки. Слишком много молочной кислоты, организму нужно от него избавляться. Нужно вывести вот этот лактат лишний, вот эту кислоту. Это совсем другие задачи. Вам же нужно прийти, поработать с тяжестями, и чтобы не было лишней молочной кислоты. Этот вопрос довольно сложный, он выходит из-за рамки этого видео, но просто в целом, в двух словах, да? Теперь смотрите, можете использовать то, что я предлагаю в этой тренировке. Вот делать там прям так же самое, как я. Это все продумано мной, это непростые движения. Вот в этом движении работает весь организм полностью, вообще весь. Разогревается вообще все, приливается кровь достаточным количеством к мышцам, и я готов тренироваться. Но не обязательно делать то же самое. Можете проявить какой-то там креатив, творчество свое, да? Я уверен, что у вас хватит способности придумать свою тренировку, собственную идеальную тренировку кардио перед вашей основной тренировкой. В чем ее суть, в чем ее смысл? Уловите, что она просто затрагивает вообще все тело. Вы можете взять что-нибудь, например, из кроссфитовцев, посмотреть, что они делают, как они тренируются. Ну, к примеру, например, приседания с гантелями в руках. После этих приседаний вы, например, встаете и просто гантели жмете у себя над головой, как вот при обычном армейском жиме. Что-то в этом духе. Возможно, вы захотите добавить даже что-то с тяжелой атлетикой. Например, там, рывок или толчок. Почему нет? Только с легким весом, опять же, с небольшим. Вы не должны устать после этого. Это все очень тяжелые упражнения. Но с легкими весами вы можете тоже так подделать, например, как вариант просто. То есть придумайте, импровизируйте. Придумайте свою собственную кардио перед тренировкой. Главное, чтобы оно было коротким, соответствовало тем требованиям, которые я сказал. Смотрите, напоследок хочу вам сказать по поводу растяжки. Я делаю обычную разминку, как на физкультуре в школе. Потом я перехожу к кардио. Потом я перехожу уже к работе с тяжестями. И перед каждым подходом я, конечно, разогреваюсь еще. На конкретную рабочую группу я разогреваю. Но я не делаю никогда растяжку. Я никогда не растягиваю мышцу перед тренировкой. Я могу немножко там потянуть, буквально совсем немного в процессе тренировки. Чуть-чуть. Основная растяжка у меня будет в конце тренировки стоять. То есть я просто рассказываю, как я строю свою тренировку. Какую-то стратегию. Почему я не растягиваю в начале тренировки никогда, а только в конце тренировки? Я уверен на 100%. И многие ученые подтвердят эти исследования, которые были проведены по поводу вообще растяжек. Как она работает, растяжка на организм. Здесь даже лучше поймут, наверное, те, кто инженеры, которые с материалами работают. Вот у меня просто наполовину инженерное образование. Смотрите, когда вы растягиваете мышцу, все очень просто. Она реально растягивается. Она растягивается совсем немного, конечно, незначительно. Но этого хватает, чтобы она стала слабее на какое-то время. То есть растяжка – это процесс, в котором мышцы получают даже небольшие травмы, микротравмы, после которых они заживают. Так происходит растяжка. И вот в этой растяжке мышцы становятся немножко слабее. Если вы реально сильно потянете мышцу перед тренировкой, это увеличит вероятность, что вы получите травму на тренировке. Это тема отдельного видео, по ней можете спорить. Я делаю так. То есть это мое личное мнение, скажем так. Оно основано на научных исследованиях и на просто законах базовых физиологии, анатомии человека. Если вы растягиваетесь коротко, просто пару движений, например, динамическая такая растяжка, вы такую легкую растяжку можете делать в процессе тренировки. Но не растягивайтесь нормально, там 10-15 минут не надо стоять растягивать свои мышцы перед тренировкой. Просто моя рекомендация. Потому что это может привести к травму из-за того, что мышца себя неадекватно поведет во время тренировки. То же самое касается в всяких массажах. Спросите у массажиста, если еще хотите узнать информацию. Если у вас есть массажист, спросите у него, нужно ли делать растяжки и массажи до тренировки. Обычно массажист очень хорошо понимает, что такое растяжение и расслабление мышцы. Никогда не делаются массажи перед тренировками. Всегда делаются после тренировок. Потому что массаж тоже расслабляет мышцы, и они неадекватно могут себя повести потом в процессе тренировки. Поэтому не делайте вот этого всего. Просто разогрейте, как я показал в этом видео, моя рекомендация, и вперед, качайте железо. Все, надеюсь, было полезно. Смотрите дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...